Плесняется в истории. Плесняется в церкви впервые. Вот, это как бы не от себя, а защищать правду Божию. Это классическая история. Время стал Антиох-Эпифан. Итак, у нас дом уборки или дом тренировки, называйте, как хотите, ну, период. И ключевое слово — учиться. Не просто получить информацию, а учиться. А выучить урок. Это ключевой момент. Итак, в каждом классе мы выучим по минимуму три важных урока. Будет три места разных в жизни Давида. И три самых ключевых момента, которые он выучил в каждом из этих трех разных положениях. Три места — это Вифлеем. Пещера. У нас, наверное, другое название. Там Дулум какая-то пещера. И Хеврон. Это все исторические места в Израиле. Итак, первое место — это Вифлеем, где ему было 17 лет. Потом будет эта пещера, где ему будет 24 года. И Хеврон, примерно ему там 31 год будет. Это три периода жизни Давида. И потом он начал только править на Сионе с 38. То есть, скажем так, периоды такие примерно по 7 лет. И когда мы будем продвигаться в нашем учении, вы все поймете, на каком же периоде вы находитесь. Или в каком вы процессе. И чему же вы учитесь, поймем. Где вы в вашем путешествии. Итак, первое, на что мы будем смотреть, это Вифлеем. Первый этап. И мы все знаем, что в Вифлеем переводится Бейтлехем — дом хлеба. И другими словами, мы рассмотрим домашнюю церковь или домашнюю общину. То есть дом, где вы кушаете пищу, где вы вкушаете этот хлеб духовный. Или когда мы смотрим на ребенка, первых 7 лет, когда вырастают все зубки. Первые 7 лет жизни ребенка, что происходит? Постоянное обучение всему новому. Вы теряете молочные зубы, получаете коренные зубы, и все это в период первых 7 лет. Но многие говорят, что вообще весь путь, куда вы будете идти, как вы будете двигаться, он закладывается в этих первых 7 лет. Первые 7 лет жизни Давида, мы начинаем с того момента, когда он был призван, помазан. Мы знаем, что это два в одном было место его призвания и помазания. Это было его место, начало пути. Это степени, которые получают у них, например, выпускник средней школы, старшей школы, выпускник университета колледжа. И вот первый, это как бакалавр. И вот этот бакалавр, это B и A буквы, бакалавр. И с английского в христианство, если можно перевести, рожденный снова, те же самые буквы, B и A начинаются. Потом идет еще несколько ступеней и доходят до степени PHD, это степень доктора. И PHD это три буквы на английском, PH и D. Они означают пятидесятнический святой динамит. И есть выше степень, там две буквы D идет перед титулами. Тот, кто беспокоит дьявола, можно перевести эти две буквы, то есть ультра вообще высокая степень. Это то, что может с вами происходить, вы можете вырасти до этого уровня. Но мы рассматриваем вот этот старт, первые семь лет жизни Давида после помазания и призвания. И это, если сравнивать с нами, это то, где мы в поместных церквях и общинах находимся, наши первые годы. Когда вы приходите к покаянию, и в эти первые семь лет, ваша жизнь ставится в какой-то порядок, устаканивается, вы начинаете что-то понимать. Там, где вы начинаете свой обучающий процесс, возрастающий в Господе. Если мы когда-либо будем править на Сионе, мы сначала должны выучить уроки Бетлехема. Очень важные уроки в Вифлеема. Если мы будем долго ждать, чтобы выучить уроки в Вифлеема, есть многие, которые не выучили уроки в Вифлеема, и когда они попадают на Сион, править, они падают в своих служениях, и это очень стыдно. Они стыдят и себя, и свою семью, и все свое окружение. То есть велико падение их. Потому что когда ты велик в своей власти, влиянии, когда ты занимаешь высокую должность, и после этого ты падаешь, это очень постыдно и очень нехорошо. И большинство людей, которые падают в служение, это потому что они не выучили уроков первых семи лет. Вот этих уроков духовного Вифлеема. Важно, чтобы выучить эти уроки. Они иначе, эти уроки, скажем так, не выучены, будут преследовать всю вашу духовную жизнь вас, пока вы их не выучите. И если мы, короче, сейчас посмотрим и мирскую сторону, и духовную сторону, если вы вообще в мир посмотрите, то каждых семь лет что-то происходит глобальное. Ребенок за первые семь лет выучивает, выстраивает свой характер, и, в принципе, вот таким он и будет, взрослым, как он выучился за первые семь лет. Следующие семь лет, второе семилетие, когда ребенок достигает своего 14-летия, они изучают культуру, общество. То, как они будут верить, как они будут вести себя, реагировать. Если за первые семь лет не был выращен характер, ничего не было построено, и если за следующие семь лет я, как подросток, не выучился, как содействовать в обществе, культуре, ничему не научился, тут приведут меня, 14-летнего подростка, и скажут, на, вот сделай что-то, почини что-то. Если никакого характера нет, если ничего не разы, ничего не было заложено в первые семь лет, то какой результат вы хотите увидеть? Третья семилетка, они учатся поведению, и их культура поведения формируется. И, в принципе, после третьей семилетки это то, кто ты есть, и то, что ты будешь отдавать обществу, то, как ты будешь жить и взаимодействовать. Это мы посмотрели не мирской, а просто с социальной точки зрения, а сейчас посмотрим с духовной. Итак, рассмотрим первую семилетку жизни Давида. И первый урок, который он выучил, была духовная власть. Его первое действие, первое, что он сделал, он нашел царя, которому служить мог. Он нашел царя, которому мог начать служить. Есть книга о духовной власти Уотчмана Ни. Шикарная книга, она не для всех легкая. И он сделал несколько утверждений, они такие тяжелые утверждения. Но они очень-очень истинные, и они подтвердили себя на протяжении многих лет. Я сейчас попытаюсь сформулировать вам одно из его утверждений. Никто не готов быть, чтобы ему делегировали Божью власть. Пока этот человек не научился ходить сам под властью. Никто не готов начать применять Божью власть, или власть, дарованную Богом, пока сам не научился ходить под властью. Второе утверждение. Если кто-либо из Божьих детей независим или полагается на себя, это не Божья делегированная власть, тогда такой человек никогда не сможет совершить работу Божью на этой земле. Бог имеет право. Вы можете повторить, что они могут власть? Если кто-либо из Божьих детей независим или полагается на себя, это не подчинение Божьей делегированной власти, тогда такой человек не исполнит никогда Божью волю на этой земле. И Давид выучил этот урок. Он двигался в этом. Если мы посмотрим на его жизнь, он пастухом был. Он был послан своим отцом смотреть за овцами. Защищать, охранять их. И это то, что он делал. И помните, когда Давид столкнулся со своим первым великаном Голиафом, он сказал, что я с тобой расправлюсь, как разбирался с львом и медведем, которые нападали на мои колец. Тот же Бог, та же власть. Я освобожу тебя сегодня. Аллелуя. То есть Давид знал, что ему нужно быть под властью. Когда это помазание пришло на него в момент избрания. У Бога нет одиноких рейнджеров. Если кто-либо приезжает в гости к нам в общину, в церковь, я спрашиваю этого человека, под чьей властью ты ходишь? И когда мне говорят, Бог моя власть, то я ему говорю, так ты гангстер. Потому что у Бога нет таких вот одиноких рейнджеров. Божья семья, она работает вместе. Я здесь. Потому что Валентин разрешил, это одна власть. Потому что Саша Декан разрешил, это вторая власть. И я здесь оперирую под их властью. Они Богом поставлены здесь, делегированные люди в этом месте. Когда я еду к пастору Тодду в Америку, в его церковь, я там под его властью. Я не приезжаю и не говорю, ну короче, я сам со своей властью приехал. Это Божья семья. И Он делегирует, распределяет свою власть. Это все Его власть. И мы приходим под Его власть. И тогда только мы начинаем иметь эту власть. И это благословение. Без этого, это разрушительно. И это конец для вас. Вы должны ходить под властью, иметь вот эту власть над вами. Есть люди, которые имеют откровение и понимание, что им не нужна такая духовность. Они могут вольно ездить на конференцию. И там их кто-то заметит и скажет, «О, так вы пророки, и кто-то будет пророчествовать над ними или они». Они возвращаются в поместную церковь. И они говорят пасторю, «Я не делаю это больше, потому что сейчас я пророк». И они говорят пасторю в своей поместной церкви, «Но все, больше ничего делать не буду, я пророк теперь». И может начинать двигаться сам по себе такой человек. И через шесть месяцев я покажу вам на обочине этого человека. Потому что Бог так не работает. Бог работает в порядке. Если вы куда-либо идете вне своей общины, вас должны высвободить, вас должны послать. Вы должны хотеть иметь это благословение с собой. Тогда вы идете с властью. Бог, помните, сказал Моисею, «Иди, скажи фараону, «Я послал тебя». «Я — тот, кто послал тебя». Он был под властью. Аллилуйя! Иисус Сам был под властью. Он был посланным Богом. И мы должны быть посланы с благословениями. И мы должны быть высвобождены властью. И только тогда мы будем иметь власть. Аллилуйя! Любой трон, скажем так, любая власть, любое служение начинается со служения, когда мы ходим в подчинении. в вашей поместной церкви или общине. Там начинается ваше обучение власти. Я размышлял об этом. Когда Иисус учил учеников, И он не встал посреди них и сказал, «Вот у меня костюмчик красивый». И помните, что было в вечерю Господню последнюю? Он припоясал себя полотенечком. И он говорит, «Сейчас я покажу самое великое, что у вас может произойти. Это быть слугой». Вот как он учил своих учеников. Поэтому, когда мы в подчинении смиряем себя, чтобы быть слугами, это самая чудеснейшая часть нашей жизни, самая великая часть нашей жизни. И если у вас посещают мысли, что, «О, ну нет, тебя ждет вот это, или тебе надо быть вот там, вот тем», отвергайте эти мысли. Просто отвергайте, гоните эти мысли. Начните со слуги, будьте слугами. И наслаждайтесь благословениями Божьими в этот момент. Будьте слугами. Это самое лучшее. Благословение, которое вы когда-либо будете иметь. И вы никогда не захотите потерять его. Потому что написано, что эти будут самыми великими в Царстве Божьем. Поэтому все остальное просто отталкивайте от себя. И Давид знал это правильное положение. И он ходил под духовной властью. Он поднял себя предоставлено. Он говорит, что «Давид пришел к Сауу» в 1 Samuel 16, 1 Samuel, в 21. «Давид пришел к Сауу, stood before him, loved him greatly, and he became his armor bearer. Теперь смотрите. 1 Царств, 16 глава, 21 стих. Совсем немного стихов после того, как Самуил помазал Давида елеем. И пришел Давид к Саулу и служил пред ним. И очень понравился ему. И сделался его оруженосцем. Он пришел к человеку, у которого была власть, и начал служить. И вот здесь есть то, что нужно записать. Великий слуга может иметь великую власть. Покажите мне великую власть, и я вам покажу великого слугу. Вы по-другому двигаться не сможете. Это лучший путь. И этому мы должны научиться такому поведению служащему сердцу в своей поместной общине. Многие люди говорят, ой, я стану евангелистом, пророком, проучителем, проповедником. Я буду великим в Царстве Божьем. Самое великое место, какое ты можешь занять, это быть слугой. Эти же люди не будут даже на праздничных встреч и на праздничных ночи они не будут даже прийти. Такие великие люди даже не снисходят того, чтобы прийти в среду на молитвенное служение. Они просто велики. Для них это недоступно. Они просто хотят быть великими. Аллилуйя. Поэтому мы рассматриваем те шаги, которые сделал Давид к своему правлению. чтобы стать вот этим арморберерем. Да, чтобы стать арморберером. Один, арморберерем, кто министер к министерам. Мы побольше разберем, когда придем к этому моменту, когда он созрел уже. То есть, уровень, когда ты служишь не просто всем, а уже кому-то выше. Мы рассмотрим это, затронем в жизни Моисея, Елисея, Илии, Иисуса Навина. Они уже служили высоким, так сказать, чинам. И ты уже принимаешь от служителей, когда ты служишь служителям, и это все взаимосвязано. Помните, как Елисей служил, Илье мы разбирали, да, и ты становишься слугой служителя. Здесь сейчас мы расскажем историю. В этом притоне наркоманском. И я молюсь, Господь, я хочу сделать все правильно. И я молился, Господь, я хочу знать истину. Я пойду туда, куда ты пошлешь меня. Просто покажи, куда идти. И я лежал на своей лежанке там, и молился, и плакал, каждую ночь взывал, Господь, помоги мне, потому что я не знаю, куда и как ехать. Два квартала от этого места был человек, он молился. Он служил Господу уже 66 лет. И он молился, Господь, дай мне одного, чтобы я излил всю свою жизнь в Него. И потом маленькая пожилая женщина пришла ко мне. Она говорит, я вижу во сне тебя. Я вижу тебя, ты лежишь там, ты спросишь Бога для правительства. Я вижу, ты лежишь и спрашиваешь Бога о истине. На улице пожилой мужчина, он ждет тебя. Иди. Он тебя научит. Она пришла в этот притон, постучала в дверь, нашла меня и сказала мне это. Я пошел, и там пожилой старичок сидит. Ему 79 лет. И я посмотрел на него, и слышу голос внутри себя. И я говорю сейчас вам то, что внутри голос меня говорит. Я ему сказал, я буду с тобой, пока ты не умрешь. Я буду с тобой служить тебе и носить твою Библию, пока ты не умрешь. И Бог дал мне этого старика на 10 лет, чтобы я мог ему служить. Я любил его. Он был моим духовным отцом. Я любил его, как духовный отец. Как Писание говорит, помните, как говорит, взял гвоздь, забил в доску, в дерево. Это когда пробивали уши, верные рабы. Это вот то, что произошло со мной. Я посвятил себя этому человеку, я влюбился в него. Я служил до дня его смерти. Я был с ним, и некоторым из вас рассказывал историю, когда он умирал. Это были лучшие годы моей жизни. Я не променял бы это ни на одну библейскую школу в любом кусочке мира. Если бы мне сказали, ты можешь посетить и обучиться во всех библейских школах, я бы их не променял на 10 лет с этим человеком. Он мне показал сердце отца, любовь отца, Бога. Но я служил ему. И я рос. Что же это означает? Как здесь мы читаем, что Давид стоял перед Саулом. Он, скажем так, посвятил себя ему служить Богу и быть частью Царства. Он человек, но я служу Богу. Через то, что я служу человеку, я служу Богу. Я служу человеку, но я служу Богу. Служа человеку, я продолжаю служить Богу. Он поставил себя перед его лицом, он привел себя. Мы все должны иметь кого-то вот такого зрелого. Мы должны иметь у себя общину, мы должны иметь власть над собой. Мы должны иметь имя этой власти. Кто твоя власть? Кому вы служите? С кем вы? Да, можно сказать, я с Богом. Это гангстерство, это не работает так. Аллелуя. Иисус Навин так делал с Моисеем, помните? Иисус Навин 1-1, открываем. Он мыл ноги Моисея, он мыл руки, омывал Моисея, он был слугой его, он был при Моисея. По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу Навину, служителю Моисееву. Поэтому первое, что мы делаем, посвящаем себя чему-то служению. Аллелуя. Или вы можете сказать, вы стоите в доме Бога, по ночи в доме Бога вы стоите, вы стоите, вы стоите, вы стоите, вы можете стоять, говорить, что вы стоите в доме Господнем, вы стоите под покровом. И мы знаем, что Саул не был хорошим самым царем, но написано, Давид любил Саула. Он искренне посвятил себя служению Саулу. Аллелуя. И вопрос в том, что мы должны с вами смотреть на Царство Божие здесь. Вы не должны смотреть на то, как мир на вас смотрит, вы должны смотреть, что вы служите Царству Божьему здесь, в поместной общине. И это происходит со мной очень часто, у меня много духовных сыновей и дочерей. И они служат мне. И если я сейчас позвоню кому-то из них, они приедут. Понятно, что я не буду сейчас вызывать кого-то сюда, но я знаю, что если я позвоню и скажу, ты мне нужен, они прилетят. И это происходит сверхъестественно. Аминь. Если вы ищете этого, быть вот в таком подчинении, так ходить под властью, так служить. У меня есть одна молодая девушка, она со мной 20 лет служения. Это очень веселая история. Я послал свою племянницу в Мексику. Она познакомилась там с мексиканкой. И эта мексиканка захотела сбежать из Мексики и приехать с моей племянницей в Америку. И моя племянница звонит и говорит, вообще нормально будет, если я с собой мексиканку привезу. А я говорю, ну хорошо, привози. Она, эта мексиканка привыкла, что пастыря сидят, это где-то недосягаемые люди на тронах. Пастыря где-то высоко на тронах, а ты где-то внизу и с умолением на них смотришь. Она приехала, а я вот со своими духовными детьми, сынами и дочерями. Она не знала, как я выгляжу, и она пыталась высмотреть, где же пастырь сидит. Она проходила мимо меня несколько раз, потому что я готовил. Я на гриле, видно, что-то делал. И она искала где-то на высоте пастыря, восседающем. А я на кухне еду готовил. И в конце концов она устала искать, и спросила племянницу, где же твой дядя, где же пастырь? А вот тот, кто всех обслуживает, еду всем делает. Что? Почему он это делает? Я никогда не видела, что пастыря себя так вели. И она просто была захвачена Богом, Бог просто окружил ее и просто захватил ее сердце и сказал, ты будешь служить этому человеку, как он служит своим людям. Это было 20 лет назад. 20 лет назад. И сейчас она все еще служит. Что бы я ни делала, она пакует мне чемоданы, куда бы я ни ехал. Она складывает мне вещи, она помогает мне все организовать. И она служит, служит и служит. И год назад Бог привел ее в Германию, и она ведет общину, там церковь помогает вести. Потому что, послушайте, если вы служите, потом вы начнете вести. Понимаете, что я вам говорю? Елисей начал служить, как слуга Илии. И Елисей потом имел великое служение. Но сначала он был слуга. Моисей. И Иисус Навин. Иисус Навин служил ему. Иисус Навин. Иисус Навин. Они великие люди были сами по себе. Воины великие. Но Бог сказал, Иисус Навин, ты будешь Моисея служить. Ты поведешь народ. Бог выбирает. Ты будешь служить. И Он выбирает. О, мне придется служить. Это самое замечательное место. Иногда в будущем, когда вы будете уже вести кого-то, вы будете вспоминать и говорить, ох, если бы я вот там остался и делал то, что я делал. О, если бы просто мой папа был здесь духовный, и я бы только продолжал служить ему. Много раз вы еще подумаете, что вот то ваше время служения было самым лучшим временем в вашей жизни. Аллелуя. So, David was learning this. And learning how to serve. And that's what we have to do. И это то, что нам необходимо с вами делать. Мы должны выучить с вами эти уроки. Аллелуя. So, he became Saul's armor-bearer. That means he's the one who carried Saul's shield into the battle. И он стал оруженожцем Саула. Это означает тот, кто несет щит, меч, бой готовит. Or keeps the leader safe. Или хранит своего, так сказать, начальника в безопасности. Прикрывает его даже в бою. Аллелуя. Or another way of saying it is he the preservation, preserving the king, keeping the king preserved. Он тот, кто хранит эффективность царя, чтобы царь эффективно работал. Чтобы была эффективность во всех служениях. То есть он покрывает все, чтобы человек эффективно служил. Говорит хорошее о своем пастыре, провозглашает, говорит хорошее о служении. Over the work. В течение работы. То есть это создает атмосферу. Speaking life over it. Провозглашает жизнь над ним. And David had many reasons not to speak this. И у Давида было множество причин не делать этого в жизни Саула. At any time he could say, Oh, this is bad ministry. This is really bad. Миллион раз у Давида было возможно сказать это плохой служитель, это плохое служение, это очень плохо. You know the times where he said to Saul, I could kill you. I could kill you. Помните ситуации, когда он мог реально убить Саула и говорил, я мог убить тебя. I can destroy your whole army, your whole ministry. I could kill you. Всю твою армию. Другими словами, я могу разрушить все твое служение. Но я выбираю слушаться Бога. И пусть Бог продвигает меня. Потому что это вопрос был наследия, каково мое наследие будет? И Давид оставался верен до самого конца. Аллилуйя. Мы хотим наше наследие, духовное наследие. У Бога есть наследие для вас. Вы хотите получить это наследие? Аминь. Он двигается правильно в пути этого получения наследия. Иисус Навин служил Моисею. Он выбрал служить ему. Сонцы are made not born. They're made. Сонцы are made. You're made as a son. You're not just born as a son. Вы не были просто рождены как сыновья. Вы были сотворены. Вы были сделаны сыновьями. Помните в Новом Завете место, что дана была сила и власть вам быть сыновьями. вы двигаетесь в этот образ. Вы двигаетесь в этот образ. Вы преображаетесь новее. Вы идете от славы в славу. Вы идете от места к месту. и служа состояния слуги. И вы идете от славы в славу. И то, что вы должны делать, это не прислушиваться к тем голосам, которые будут шептать. Есть короткий путь. Вы можете двигаться быстрее, если пойдете этой дорогой. Я дам тебе всю власть. Если будешь служить мне, это дьявол. Когда вы служите, оставайтесь верными. И пусть Бог вас продвигает. Не человек. Какой бы голос вам не шептал, вы должны быть уверены, это не может быть Бог. Бог ваш Отец. Он проговорит к вам вашего внутреннего человека. В то семя, которое посеяно в вас. Он проговорит вам внутрь. Если кто-то шепчет вам в разуме, если кто-то приходит и начинает вам давать советы, это не то. Ты велик. Ты так уже сам хорошо проповедуешь. Слушай, ты делишься лучше, чем пастырь. Надо, чтобы ты был. Это все ложь. Может быть, ты лучше. Это не значит, что тебе надо быть на его месте. Ты должен не принимать твое место служить этому пастырю сейчас. У меня есть много сыновей, которые более помазаны, чем я. Но они все еще мои сыновья. И они понимают эту разницу. И я хочу, чтобы они были помазаны. Я взращивал, чтобы они были помазанными. Аминь. Они одарованы. У них много дороги, талантов. Но они понимают место. И это безопасно. Это благословение Божье, иметь правильный порядок, положение. И поэтому Давид знал эту важность и оставался в правильном положении. И он выучил этот урок о духовной власти. И нам необходимо его выучить также. Аминь. Если мы хотим что-либо строить в Царстве, мы должны знать, как работает духовная власть. Аминь. И иметь покой в этом. Аминь. Перерыв. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова